привет всем привет сегодня у нас воскресенье сейчас время уже 6 часов вечера как вы видите катя ушла в спортзал занимается спортом уже давать уже как три часа на спортзале может быть не 3 где-то около того вот я короче но сегодня в день очень странный мы искать и встали в девять часов утра и до двух часов мы лежали в постели то есть мы смотрели телек но мы на площадь отключили картину тв смотрели телек прочее валялись вообще не было желания встать на что погоня на улице пути выглядит в принципе нормально но это пасмурно короче было желание именно провести его лежа начало дня вот и потом я решил позвонить своему однокласснику с которым я закончил одно из учебных заведений информатики и первый мой курс то есть до того где сделал университет и короче после школы я пошел в одно место типа техникума вот я там учился с одним парнем его зовут оскар и мы короче с ним очень хорошо общались вот я с ним виделся где-то года два назад и ему написал что там не ему есть что рассказать короче там насчет работы вот и он говорит типа давайте позвоним нужно встретиться у нас не получится вот и он говорит да гуль давай в общем мы с ним проговорили три часа я наверно столько с ни с кем не разговаривал очень давно именно по телефону что прям три часа поговорить но было много чем поговорить потому что мы с ним два года не виделись у него много новостей у меня тоже было много новостей короче пообщались классно вот договорились не встретиться через две недели так он там он тоже информатик работает но университет он не закончил он пошел у него там не очень сложные условия и короче он смахнут и университет хотя тоже хотел у меня такие вот короче катя пока занимается я как вы знаете не стал пока заниматься в спортзале может быть понедельник уже завтра пойду не знаю точно посмотрим но потому что у меня иногда еще кровоточит там где вырвали зубы вот еще включил пылесос потому что я помню вычесал из нее столько шерсти высыпалась и чтобы он убрался зачем пересосит ручно если есть этот чудо 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 техник вот короче общаясь очень круто катя еще занимается я монтирую видосик которые мы снимали с малышами мы сняли очень много материала и я его уже садимся монтировать монтировал но так как было снято много материала я решил потом оставить на потом сегодня настало это потом я сейчас буду монтировать сделаем классный видосик но этого вот не войдет это чисто домашнее видео для малышей для их победителей так что будем сидеть делать день кстати вроде бы как бы ничего такого не делали мы не знаю такое какое то хорошее настроение так мы общались вот так что так что вот так все свалишься ребята я сегодня в спортзале я уже занималась два часа меня было моё любимое кардио не знаю как меня сейчас хорошо видно слышно довольно много людей несмотря на то что воскресенье я сейчас иду на коврик буду делать планку и буду делать махи разные с резиночками у нас в спортзале классно то что есть большое количество всякого разного инвентаря которого можно использовать мне нужны красные резиночки так сейчас мы ее с вами найдем вот есть красная и есть зеленая я обычно с красной занималась потому что беру вот эту красную и еще вот такие вот штуки возьму ой я вышла со спортзала но занималась сегодня вообще у нас на улице ой какой ветер во первых что ветер во вторых похолодало у нас на улице около десяти градусов у нас сейчас на улице короче жуть ну холодно реально ветер такой прям как зимой но светит солнышко много облаков, туч там с той стороны вообще небо все черное на что возможно даже сегодня и снова пойдет дождик я тут от солнышка закрываюсь ой она занималась так хорошо такой кайф просто невероятный это что-то с чем-то Ваня дома сейчас я буду готовить вкусный обед в общем пока занималась придумала что именно я хочу приготовить я уже дома занимаюсь готовкой буду делать фаршированные перцы себе сделаю такой небольшой желтый и Ваня большой красный поэтому я его разрезала немного по-другому шапочка тут в общем осталась у красного и у меня есть крышечка по-моему наоборот да вот так вот в общем здесь у меня свиноговяжий фарш это единственный наверное продукт где мы едим свинину последнее время это вот в фарше обычно мы кушаем вот говядину и птицу и морепродукты в общем здесь где-то 250 грамм фарша одна морковка тертая на крупной терке две средние луковицы одно яйцо соль перец и различные специи теперь я сюда заливаю вот такой вот томатный соус всю баночку выливаю и хорошо перемешиваю буду готовить ванин перчик сейчас одну ложечку я положу на дно этого соуса я во вторую половину дня не ем сложные углеводы поэтому я ванни делаю с рисом и вот сейчас я слоями вот такими буду сюда накладывать фарш потом рис фарш рис фарш и потом это все закрою крышечкой в общем такими слоями можно конечно перемешать но мне захотелось поэкспериментировать и сделать вот так а себе я просто с фаршем без риса сделаю ну в общем вот так это выглядит я накрыла крышечкой прям до краев у ванни утрамбовала мясо себе не до конца и еще повтыкала вот то луковичку ваня любит запеченный лук поэтому нормально будет и все это отправляю в духовку у меня здесь остался фарш ничего страшного его можно на сковородку тоже поджарить и либо что-нибудь с него придумать тоже там с макаронами с рисом так что ничего страшного сейчас я его приложу в другую тарелочку более поменьше и потом тоже что-нибудь с него приготовлю а перчики отправляю в духовку которая у меня уже разогрета ну вот и все наш обед тире ужин с ваней готов это моя порция я еще сделала подушку из бэби шпината и вот ванин большой перчик он там хорошо пропекся рис тоже очень хороший я так вилочкой подковырнула попробовала отлично так что мы будем кушать украсила все петрушкой всем приятного аппетита вчера так и не показали мы покупки наши в общем давайте что мы в Кельвин Клянде купили но это вы видели это мой джинсовый комбинезончик с юбкой и ванина футболка это и вчера видео мы показывали так дальше это обувь это тапочки я купила обувь себе на лето и сейчас покажу вам вот такие вот тапулечки они мне очень понравились здесь они отлично смотрятся на ноге вообще крутые и тетёля тоже себе взяла только немножко другого не немножко вообще другого дизайна но тоже с этого магазина в общем такие вот тапулечки этим летом носить так я вообще знаете за дорогую обувь но я за чтобы покупать ее в аутлете потому что вот в аутлете они очень доступные доступные обувь я уже знаю как бы пользуюсь и заровской обычной обувью которая дешевая и также у меня есть и брендовая обувь конечно качество небо и земля так дальше это целый пакет это все ванина они здесь очень много пола купил которые мы тоже показывали и еще взяли ваня здесь кеды с этого же магазина сейчас я достану коробку так и вот ваня взял вот такие вот кеды я взяла себе похожие только прада так что мы будем вдвоем ходить в белых кедах вот они тоже были по скидке что-то около 50 евро стоили ну вообще обычные найковские 50 евро стоят там или адидас а тут другой бренд за такую же сумму поэтому мы взяли были скидки хорошие и плюс мы вчера оформили в информацию господи не знаю как по-русски ну в общем в лароке можно было оформить еще 10 и 20 процентов скидки дополнительно на сумму аутлета то есть на цену аутлета у вани тут очень много всего уже по ходу будете видеть потому что у него уже целая коллекция вот градиент и красная с синей полоской и синяя с белой полоской вот такая вот синяя так зая а а где то что моему папе купили в этом пакете нет рубашка футболка и коробочка не забрали мы походу не забрали мы походу не забрали она на живот должна была отдельно а пока нет ну да она по идее должна была в другой пакет положить ладно сейчас я посмотрю чек пума очень любит коробочки в общем обувь прада так что здесь у меня я все на лето покупала ну сейчас носите летом что у меня в этой коробочке сейчас посмотрим так в этой коробочке вот такие вот тапочки я их когда увидела они мне очень понравились они очень круто смотрятся на ноге такие лаковые бежевые под очень много нарядов подойдут поэтому в восторге так следующая коробочка здесь по моему тоже сандали какие то лежат да да здесь серебристые такие вот сандалики вот так выглядят тоже очень удобные я их как надела думаю блин все лето с них слазить не буду мне они тоже очень понравились и последнее это я уже говорила ранее это белые кеды вот так вот они выглядят классные и тоже у меня хороший размер очень удобненькие главное их не загадить так что вот все что мы купили все же все же где ничего не купили это шестное кино на Дэдкул и Дэдкул и Дэдкул и Дэдкул и Дэдкул и Дэдкул круто да очень круто на другой фильм про родителей и подростков у меня высвечивались на ютубе реклама этого фильма мне очень понравилась поэтому я вот ждала когда выйдет этот фильм в кинотеатрах я не знаю что тут едим хрустим нам Надя с Альберто привезли с России фарки вот такие вот хрустим ничего не видно короче веренки с лососем и еще тут лимонная вода стоит это 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 фильм назывался хэштег секс пакт вообще обалденный фильм нам очень нравится очень мы уже вернулись домой у нас пусяша тут ждет встречает ей красопита красопита ой ничего себе как ты умеешь ничего себе как ты умеешь такой красавец молодец как тебе фильмец поздно уже просто у нас уже час ночи первый час ночи фильм прикольный конечно там не супер пупер но поржать 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 отдохнуть вот под него то можно классно ладно ребят давай попрощаемся давайте попрощаемся все всем пока всем пока субтитры субтитры